Приветствую! С вами Аполлинария. Сегодня из города Судак. Покажу, что здесь происходит в июне. Или не происходит. Ну что, Судак 2023, встречай нас! Конечно же, мы первым делом отправились на пляж. Сперва загорать, может быть даже купаться, но пока никто не купается. Покажу вам сегодня ночную жизнь города Судак, а также планирую показать вам самую главную достопримечательность, генуэзскую крепость. А, какая красота! Как я люблю Судак за эти виды! Лежишь, любуешься и купаешься в море. А мы сейчас посмотрим море, кто-то купается. Смотрите, пляж пустой! Вот такого я еще ни разу здесь не видела. Но только зимой. Что-то я думала, побольше будет людей. Если что, съемки 1-3 июня. Тут уже приглашают на катере на Царский пляж, но хочется просто на пляж и позагорать. Ловите эти теплые денечки, потому что в этом году лето запоздало. И в Крыму, и на курортах Краснодарского края. И еще до сих пор все только готовят. Вот и посмотрите, что происходит! Столько места, что не знаешь, куда лечь. Везде свободно! Мы разошлись, как в море корабли. Ой, друзья мои, песок такой раскаленный! Вы себе не представляете! Невозможно ступить! Так, что с водой в этом году? Освежает! Теперь я поняла, почему сейчас никто не купается, несмотря на такую несусветную жару и горячейший песок. Если постоять немножко подольше, то уже тепло в воде. Я думаю, что я искупаюсь. Здесь стандартно и очень громко зазывают на морские прогулки. Наверное, самая лучшая столовая по-домашнему в городе Судак. Потому что вид на генуэзскую крепость, на мыс Капчик. Хочу сказать, что год назад было больше людей в начале июня. Зона с шезлонгами не пустует. Есть люди. Красный флаг. Это что, значит, купание запрещено? Красный флаг. ну что я пример показала люди хоть полезли в воду она не такая холодная чтобы там прям нельзя было купаться можно плавать освежиться к вечеру людей становится больше на пляже отсюда вот синего пластикового причала отправляется двойной банан возят на царский пляж в новый свет долго набирали людей вот туда их повезут за мыс который похож на дельфин мыс называется капчик скоро закат солнышко закатится за горы а на пляже жарко по-прежнему никто не собирается расходиться ну что не отходя от кассы так сказать пойдем в столовую по-домашнему напротив городского пляжа кстати вот требуются сотрудники на лето и вот такие цены столовой по-домашнему попробуем вкус судак пожалуй это самая лучшая столовая на всем крымском побережье здесь полное изобилие еды смотрите какой бонус от столовой можно со своими напитками кроме пива это просто крик души похоже это чисто вам для того чтобы вы ориентировались реклама просто лично от меня потому что я сюда пришла что-то перекусить не чебуреки такие красивые овощи я уже себе все набрала а тут всякие отбивнушки какой ресторанный житель тут брутальный в общем смотрите что у нас получилось этот такой обеда ужин плов котлеты и семги потом запеканка в общем весь этот стол 769 рублей это столовая зато какой вид прям рыбка-рыбка все-таки такая красивая благоустроенная набережная в судаке мне это очень нравится поэтому здесь гулять просто супер поняшки тут а вот там дальше кипарисовая аллея и как раз хорошо наш отель так удобно располагается тут ну шаговая доступность до городского пляжа до кипарисовой аллеи мы только что были атакованы этими ростовыми куклами только отбивались геленджике теперь судаке знаменитая кипарисовая аллея в судаке самое тусовочное место тут еще пицца столовая шаурма в общем общепит такие заведения где потанцевать можно и всякие курортные товары вместе с сувенирами ого сколько тут всего надувного сплошное надувательство сладкая вата 50 здесь же аттракционы открыты на кипарисовой колесо обозрения смотрите но немного людей мягко говоря посмотрим что будет вечером знаете даже еще многие заведения закрыты какой поздний сезон в этом году а теперь покажу вам цены в столовой на кипарисовой аллее останавливайте и приценивайтесь ну старик хинкалыч всем кто в крыму я рекомендую здесь лучшие хинкали как бы эта сеть по франшизе открыты в разных городах морские экскурсии ежедневно морская рыбалка 1500 куда они побежали идемте ну что теперь я покажу вам ночную жизнь судака кипарисовая аллея так это уже поближе к набережной здесь посветлее в общем ждем что во второй половине июня уже сюда подъедут туристы полноценно а аттракционы светят сверкают ну что тут уже поближе к началу набережной повеселее ой тут какой-то страшный аттракцион я после сочи парка честно говоря вот на вот этом всем нет с меня достаточно сейчас пройдемся в сторону мыса алчак что там мы увидим я вижу в этой части набережной молодые деревца то есть скоро тут будет тенистая аллея это просто потрясающе кораблик ой тут и на велосипедах гоняют вот единственное что у нас в крыму проблема с вот этими велодорожками ну их нет кусочек велодорожки я видела в щелкино на новой набережной в центре кадра светятся огонечки это новый свет он там среди гор и вот маленький кусочек виден только давай так чтобы я не улетела когда ты отпустишь ну ну катаемся только осторожно как катапульта я хочу вниз не покатаемся давай спускайся поднимайся а что еще делать в ночном судаке в июне все вот такой небольшой местный номер ну совсем необходимым полотенце постельное белье пледы если вдруг холодно вот такой телевизор но он нам и не нужно стаканчики поставили кружки есть небольшой балкончик с видом на частный сектор судака и здесь можно сушить вещи так как последние дни на колесах у меня тут куртка высыхает потому что влажная она есть кондиционер давайте посмотрим санузел душевая кабина бойлер электрический водонагреватель привет вот тут даже что-то положили нам гель для душа 2 геля для душа коридор тут всего несколько номеров все и внизу на первом этаже кухня там где чайник посуда а здесь получается холодильник продажи шампанское новый свет она действительно вкусная дождливое утро я решила снять для вас розы на территории отеля агава красота такие свежие ароматные здесь уютный дворик беседка на улице и вот почему отеля гава называется они здесь произрастают ну что перекусили новый день сегодня отправимся разведывать новые пляжи в сторону генуэзской крепости а также поднимемся на саму генуэзскую крепость не уже так не терпится завтрак хачапури по-аджарски и капучино и мацони какие же изумительно красивые виды в судаке открываются скалы горы сегодня море такое спокойное чистое уморенные солнцем собаки вода плюс 17 что-то никак она не раскочегарится тир 250 рублей и виды шикарные воздух отличный воздухе витает запах сосен хвои яхточка станет посмотрите какой рай 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 розы на набережной цветут это еще добавляет вкусноты воздух 12 часов на пляжах аншлаг смотрите кто во что гораст чебуреки косметолог все в одном флаконе слушайте к сожалению вот такие вот конструкции закрывают чудесный вид на горы и крепость я в эту сторону еще ни разу не ходила и было интересно посмотреть что здесь и какие пляжи они тянутся до самой крепости абсолютно свободные вот даже теневой навес есть ух ну и жара конечно самое пекло подниматься наверх ой не знаю может сначала поваляться на пляже лодочная станция прогулки на катере катамаране вот с другой стороны покажу вам знаменитые мысы судака узнаваемые это мыс алчак на котором можно встретить диких лисичек уже тройной банан придумали лишь бы больше туристов на него запихнуть смотрите из судака то и дело отправляются катера возят в новый свет соседний по трем бухтам там зеленая голубая синяя кто желает купается в открытом море и эта морская прогулка стоит всего тысячу рублей с человека три счастливчика отправились на морскую прогулку на катере скоростном гром такая гордая красивая и неприступная крепость кто любит судак приезжает только сюда ставьте лайк чтобы понять сколько нас его люди так далеко заплыли мне кажется вода теплее именно там в новом свете голицынская тропа и завод шампанских вин мой подходим ближе и все грандиозные виды даже знаю что вы мне сегодня будете писать аполинария это же вотчина михайленко куда ты приехала пляж кафе арзы под крепостью теперь идем ищем вход в крепость кстати кто не знает генуэзская крепость феодосии еще больше этой крепости но только ее не привели в порядок если в судаке этим занялись и сделали очень красивый эффектный музей то феодосия пока что отстает слушайте как живописника в этих районах снимать себе жилье практически изо всех окон видна крепость и ну вот этот отель красивый конечно впечатляет солдая называется такая громадная территория ура добрались здесь большая парковка и касса уборная есть а также кафе рядом автобусная остановка так что на общественном транспорте можно добраться можно и пешком город-то небольшой нашел тенечек 5 все тут море сувениров продается и мне что-то там кричат девушка вы куда пошли там прокуратура работает я не буду мешать кассы там а здесь прям хорошо можно зависнуть гуляете гуляете в крепости проголодались и столовую режим работы кассы вот цены можно с экскурсоводом можно без кассе музея можно приобрести научно-популярное здание судакская крепость экскурсия через час то есть мы взяли билеты сейчас погуляем все посмотрим вам покажу а потом присоединимся к экскурсионной группе какие высокие башни конечно могучая крепость кстати подписывайтесь мой телеграм-канал туда я в первую очередь добавляю какие-то материалы фотографии новости из крыма публикую ссылочка внизу всех жду люди бродят тут по крепости несмотря на жару но здесь полностью макет крепости выставка подводная археология тир можно стрелами пострелять 14 15 век по стенам не ходить а то у нас могут вот тут удобная навигация город мастеров ох а вокруг красота кто-то на баги поехал по территории по ожиданию экскурсоводом слушайте боюсь что пленка слома на моем телефоне закончится на каждом шагу хочется снимать какие-то красоты экскурсовод рассказал что город судак был основан 1212 году город назвали сукдея что в переводе с греческого означает непорочная святая чистая согласно историческим данным уже в седьмом веке здесь правит византийская империя и город приобретает первые мощные оборонительные сооружения они были разрушены в 1327 году золотоордынским ханом узбеком 1365 году сюда прибывают купцы из города генуэ что на севере италии данные оборонительные сооружения строятся под их руководством именно поэтому крепость судаке называют генуэской хотя правильно говорить судакская крепость вот этим пазам поднимались и опускались ворота вот они были дубовые тяжелые и кованым железом обитые древний средневековый город располагался на вот этих склонах сейчас до сих пор видны холмы бугорки сам же город под землей где-то 3-4 метра под ногами видны остатки стен а это у нас вода вот по керамическим водоводам вот с этих гор подавалась вода в город несколько было источников там и 6 водопроводных ниток вело сюда а вот это цистерна с водой пин сооружения для хранения воды на случай засухи и осады емкостью 185 кубических метров это древние средневековые якоря их подняли возле мыса меганом так сказали тюрки называли этот город судак су вода да гора то есть вода спускающаяся с гор конечно удивительно некоторые башни вообще очень хорошо сохранились и даже средневековая штукатурка на них вот она сохранилась оригинальная геральдическая плита класс а вот эти балки усилили башню в семидесятых годах вот каждый консул оставлял после себя строительную геральдическую плиту тут вот три герба а наверху это неприступная твердыня цитадель а вот это дозорная башня или девичья башня когда-то зажигали там костры и башня служила маяком потому что вот с той стороны уже море здесь у нас монастырская слобода тут нижняя башня обороны вот это единственная башня закрытого типа у остальных только три стены а вот здесь давили виноград древний самогонный аппарат и вот через дырочку выливался сок а вот этого здания очень сложная история сперва это была мечеть потом католическая церковь потом снова мечеть потом кирилловские полки здесь сделали свою православную церковь потом лютеранская кирха у немцев колонистов поэтому сейчас внутри этого храма мечети фреска древняя сохранилась а здесь сквозь больницу можно посмотреть на мыс алчак и мыс меганол а это уже вид со смотровой сюда все поднимаются чтобы сфотографироваться вот меганол и ближний мыс алчак все 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 пляжи видны ух красота ну и виды у нас тут на судак открываются обязательно посетите крепость если не были очень живописно смотрите весь судак на ладони здесь еще выше чем если смотреть на судак смысл чак туда тоже можно подняться пешком на самый верх где уже самое все интересное вы идете без экскурсовода тут где-то замок консула вот мы с вами внутри замка лучшие виды судака мой дух захватывает какая же высота неприступная цитадель скалы обрыв море а а а а и и и и и Здесь есть еще выставка всяких орудий пыток эпохи Инквизиции. Вход платный, пытки бесплатные. Ну и виды, конечно, потрясающие. Особенно в ту сторону, там где море и мысы. Ух, захватывает дух. Вот такая красотища у нас в Судаке. Приезжайте в Крым, путешествуйте по Крыму. Здесь есть все. На второй вечер пребывания в Судаке уже заметила, что людей становится больше, так что подъезжаю. Уезжаем из Судака, потому что пошел дождик. И пока пляжного отдыха не получится. Но смотрите, как красиво и таинственно он смотрится. Мокрый и под тучками. Люди гуляют все равно. Ну что, друзья, подписывайтесь на мой канал и будете узнавать о новостях из Крыма.